Посмотрим. Здравствуйте, дорогие! Сегодня будем говорить о грехопадении. Об этом мы уже говорим больше 10 лет, но это такая большая тема, что всю жизнь можно изучать и говорить, и всё равно. То есть, интересно меньше не станет. Я очень рад, что мне начали смотреть наши братья-мусульмане, особенно из Средней Азии. Наверное, они что-то видят интересное в моём акценте. Можно не чувствовать что-то родное. Не знаю. Я рад. Как говорит апостол Павел, по-любому с акцентом. И мы всегда рады. Вообще-то я хотел говорить о жертвоприношении. о тех 5 видов жертвоприношениях, потому что они и определяют будущую жертву Христа, искупительную жертву. И как раз какие 5 видов жертвоприношения убили в этом завете, это я вас буду спрашивать. И какой из них олицетворял Христос, тоже вы мне скажете в следующий раз. Но для того, чтобы понимать суть жертвоприношений, надо сначала понимать, почему человек начал принести жертвы. И иметь представление о грехопадении. Потому что в истории вообще мировой религии, в частности, в христианстве особенно, есть два важных вопроса, два важных момента. Это грехопадение и искупительная жертва. Если могут бить кое-какие продвижения духовной жизни. Если вы не поймете этого, то тогда вы еще не стали христианами. Потому что это суть христианской веры. Да и вообще любой религии тоже. Вот. Итак, о грехопадении. Понятно, что жертвоприношения начались сразу после грехопадения. До грехопадения жертвоприношения не было. Незачем было принести жертву. Да? То есть ответ грехопадения было жертвоприношение. Поэтому на грехопадении остановимся чуть подробнее. Это очень сложная тема. Очень сложная. Фактически любое слово в книге Бите вот главы имеет в себе очень глубокий смысл. многогранная. То есть многогранная каждое слово. И взять вот просто вот так пройтись и читать и однобоко объяснить не получится. Потому что это такая богатая история, которая несколькими предложениями описать или даже как написано в книге Бите невозможно. То есть каждое предложение в себе имеет огромную скрытую огромную информацию. Но мы попробуем максимально сжато вот например с чего началось грехопадение. Вот змей был хитрее всех сказал змей жене. Подлинно ли сказал бог не ешьте ни от какого древа в раю? То есть дьявол завидовал ненавидел дьявол не любил понятно бога и решил искусить их обольстить и это сделал с помощью змея или в виде змея мнения разные но дело не в этом то есть он в виде змея подошел и подошел прежде всего к жене почему к женщине а не к Адаму подошел не случайно потому что Адам А вот женщина пошла у нее кстати до сих пор не было имени имя Ева она получила после грехопадения змей дьявол подошел к жене и спрашивал потому что дьявол очень хорошо знал женскую психологию а чем отличается женская психология от мужской психологии женщина чересчур заинтересуется всякими блестяшками вот такими вот вещами интересными историями да поболтать поговорить вот что и дело и сделал первую ошибку в чем была ошибка не надо было вообще разговаривать с дьяволом поэтому если вас провоцируют на ссору если вас провоцируют на что-то да и ведь чувствуете хоть малейший подвох не идите навстречу не разговаривайте то же самое при любое возникновение греховных помыслов сразу пресекаем тогда мы можем победить грех если не пресекаем держим у себя в уме тогда идет развитие о чем я раньше говорил вот женщина как раз допустила ошибку а дьявол об этом знал поэтому и подошел именно к женщине потому что изучал психологию на иврите как раз слово змей нахаш это означает еще и областитель гипнотизирующий и почему он вошел в змея потому что у змей есть такое свойство да змея что делает гипнотизирует мышку и рот открывает мышка сразу заходит сам по себе дали кролик не надо там никаких других действий предпринимать рот открываешь в глаза смотришь заходит то же самое делали вот женщиной да то есть женщина пошла на контакт вот это первая ошибка вторая ошибка смотрите дьявол сознательно искажает слова господа что сказал господь господь сказал всех деревьев ешьте но только вот к древу добра и зла познание добра и зла не ешьте с плодов не ешьте да а он говорит подлинно ли сказал бог не ешьте ни от какого дерева в раю то есть печаль не искажает ну вызывает чтобы разговор чтоб сказал нет нет что Thema долларов провоцирует на разговор надо было просто разг Load и все и сказала жена змею плоды с деревом не можем есть только плодов дерево которое среди рая сказал бог не ешьте и не прикасаетесь к ним чтобы вам не умереть вот вот бог не сказал не прикасайтесь вот это женское чисто было воображение понимаете не прикасайтесь даже это женский максимализм. Ну, соответственно, дьявол что сделал? Попробуй прикасаться, посмотрим, что будет. Видишь, ничего плохого не будет, прикасайся, прикоснулся, ничего плохого не было. А раз ничего плохого от этого не было, то от другого тоже плохого не будет. То есть вторая ошибка было искажение слов Божьих. Бог не сказал, не прикасайтесь. Исказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Второе искажение уже дьяволом слов Божьих, это уже такая наглая ложь, поэтому Христос называет, он сам лжет, я отец лжи. То есть он начал обольстить жене, что нет, наоборот, он не хочет, что вы приобрели знание. Вот как вкусите, вы станете имеющим знание, это очень важный момент. То есть он оболстил женщине знанием и вообще человека знанием. Поэтому не всегда знание полезно, если ты не готов к этому знанию. То есть дело не в плоде, плод из себя ничего плохого не представлял. Человек не был готов, как маленький ребёнок не готов, например, принимать мясную пищу. Мясо же неплохое было, но если новорождённых детей будем кормить мясом, они умрут. И в принципе, я помню, в психиатрической больнице взяли поплошности коллектива работающих, психические больные, доступ ограничен был к своим детям. Были и материи психическими расстройствами. У многих матерей, кстати, после родов начинается депрессия и психоза и всё такое. Они взяли своих маленьких детей, новорожденных, кормили той пищей, которой они пытаются. И дети отравились, некоторые умерли. Понимаете? Не том, что эта пища была плохая, а потому что детский желудок, то есть детский организм, не был готов принимать. Мы знаем, что дети рождаются, сначала как они питаются, потом потихоньку-потихоньку их приучают уже к взрослой еде. То же самое с плодом. То есть плод, как источник информации, знаний. До конца, что это за плод, никто не знает. Точно не яблоко. Есть мнение, что это был виноград, хотя я думаю, что не то и не другое. То есть плод, как источник информации, он не был опасен вообще сам по себе, но был опасен для человека в этом состоянии. Он ещё не был готов принимать это. Вот по обращению дьяволу... И она начала смотреть на плод и увидел, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаза и вожделенно, потому что даёт знания. Это, как говорит апостол Иоанн, похоть тела, похоть очей и гордость житейская. То есть, посмотрев на плод, уже она пустила грех в свою душу. То есть, уже слова Бога ничего не значили для неё. Она полностью была уже увлечена плодом. И при том видела, что ничего плохого вроде. И внешний вид красивее, да и пахнет хорошо, и вкусно, скорее всего. Ну и чувствовала некоторое преимущество, если она будет кушать. И взяла, съела, да ещё и дала своему мужу. Ну понятно, тут не написано, какой разговор произошёл. Наверное, сказал, вот возьми ешь. Адам сказал, ты что, Бог же запретил, он же сказал, нельзя, мы можем умереть. Она сказала, нет, дьявол сказал, что всё будет хорошо. Вот в этом грех Адама, что он больше слушал свою жену, чем Богу. И Адам тоже взял и сел. Но многие говорят, а почему вот дева, неужели когда вкусила, не почувствовала? Нет, вот как раз это такое состояние опьянения, когда ты испытываешь совсем новое чувство, которое ты раньше не почувствовал. И хочешь, чтобы поделиться вот этим со остальными людьми. Ходит же алкаши, говорит, третьим будешь, третьим будешь вдвоём. Ну чтобы третьим тоже почувствовал. Вот ты посмотрел, хороший фильм, да очень. Хочешь, чтобы другие тоже смотрели и получили те впечатления, которые ты получил. Поэтому Ева села и там была, ох ох ох, какой там, как вкусно, как классно. Но грех всегда вначале бывает приятно, а потом начинается угрызение совести. Вот Ева в таком впечатлении пошла к мужу и смогла и мужу говорить, возьми, ешь. Они взяли, вдвоём сели. И как после совершения любого греха начинаются уже совсем другие ощущения. Запретный плод сладок, а потом уже начинаешь чувствовать именно горечь последствий. И вот тут и пошло грехопадение, то есть произошло грехопадение. Дьявол всё-таки, он то, что планировал сделать, фактически он этому достиг. Он обостиг людей и люди, отвернувшиеся от Бога, лишились от Божьей благодати и подписались как бы на рабство дьяволу. То есть это было добровольное рабство. Они пустили в своём сердце дьявольское обольщение, и сразу пошло искажение природы человека. Вот грех это не какой-то плохой поступок просто, а грех это именно такое состояние, когда человек остаётся без Бога, притом остаётся без Бога по своей же доброй воле, по своей же воле. Никто же их не заставит, они сами отвернулись от Бога и послушали дьяволу, и пошли за ним. Вот эта богославленность, это и есть состояние греховное. Все остальные грехи ты делаешь именно в этом состоянии. У нас же все взрослые люди, все знают, что хорошо, что плохо. Но очень часто делают плохо, делаем очень часто плохо, притом делаем сознательно, по своей греховности. И это сидит у нас, сроду сидит у нас. Это такое состояние, которое никто отрицать не может. Никто. И лучшее христианство ни один психолог этого не объяснит. Кто бы что бы ни сказал. Лучшее христианство никто это состояние не объясняет. Итак, люди почувствовали это состояние новое, это плачевное уже состояние, после того, как прошло первые минуты опьянения от употребления плода, когда прошли, они почувствовали, в каком страшном состоянии они видели, какие изменения, притом органические, то есть физиологически, произошли у них внутри. То есть тело стало похоже, решилось от славы, которая была в раю, и тело было похоже, как наши современные тела, как животные тела. И они видели свою наготу, глаза открылись, и они видели свою наготу. Не то, что глаза их были закрытыми, нет, их глаза открылись на то, чтобы смотреть свое убогое состояние. То есть вот они ели, не сразу почувствовали, в каком состоянии. Они были под опьянением греховного этого состояния. А потом глаза открылись, но уже посмотреть что? Посмотреть на свое новое состояние, на свое жалкое состояние. И сразу же закрылись. Почему закрыли именно там наружные половые органы? Почему они закрыли это? Потому что до этого даже им в голову не пришло. Они не думали, что они могут иметь какую-то похоть или что-то. Они поняли свое животное состояние, и поэтому и накрылись. Накрылись, увидели это ужасное состояние, и стало очень стыдно. Поэтому первый раз в своей жизни они от Бога спрятались, когда Бог вышел и начал спрашивать. А почему Бог спрашивал? Он неужели не знал, что это случилось? Он знал, что это случилось, но он спрашивал, чтобы хотя бы стало ясно, они каются в этом или не каются. То есть они сожалеют о соделанном или не сожалеют. То есть они могут просить прощения или не могут просить прощения. Это очень важно. Но вот ответ Адама и ответ женщины, конечно, показал, что пока у них в сердце нет. Он сказал Адам, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. То есть вот та стерва, которую ты мне отдал, ты виноват. Это из-за тебя Бога обвиняет. Это из-за тебя. Вот ты ее отдал мне, вот она мне совратила. Понятно, да? Вот это означает, как раз ты совершил, а другие виноваты. Ты не виноват. Вот когда маленькие дети начинают врать. Вот 2-3 года они начнут уже врать. До этого они врать еще не умеют. Вот тогда они могут чашку разбить. Или это даже, ты сама виновата, я тут ни при чем. Когда ты не можешь на себя врать ответственность, вину, обвиняешь других. В принципе, все это сначала сделал дьявол, конечно. Тогда Бог спрашивает женщине. Женщина говорит, это не я тоже, это змей оболстил меня. Тоже не виновата. Ну а от змея уже просить нечего. Отец лжи. Лжи. Да. Лжи. 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 что семья жены на непорочное зачатие Христа, не семья мужа, а семья жены будет поражать тебе голову. А жене сказал, умножай и умножу скорбь твою, беременности твоей и болезни будешь рожать детей, и мужу твоему в лечении твоё, и он будет господствовать над тобою. То есть если до этого мужчина и женщина были равноправны, то теперь всё в лечении женщины будет к мужу. И у женщины другая физиология. То есть в болезнях будет рожать, будет почувствовать скорбь и всё такое. То есть люди как животные, даже хуже, чем животные, будут чувствовать себя на земле. Почему? Потому что земля – это чужая территория для нас. И оттуда, сверху упали сюда. Поэтому мы не похожи на животных. То, что говорят, чтобы мы из животных стали людьми, это, конечно, глупости, понятное дело. Да, мы чужие здесь. Мы чужие. Поэтому мы ходим в одежде, поэтому мы голыми не можем на улице спать. Собаки, кошки могут, потому что это для них родная территория. Звери могут. Они приспособлены. А мы, наоборот, приспосабливаем. Они приспосабливаемся, потому что мы здесь чужие. Ну и то же самое говорит уже мужчине. Говорит, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которого ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. То есть тернии ворчицы произнесет она тебе, и будешь питаться полевою травою. А раньше чем питался человек? Раньше человек питался только плодами. Травою не питался в раю. Плоды были. Трава полевая означает зерновые культуры. Употребление зерновых культур это признак смертности. То есть тот, который кушает хлеб, он смертный. Понятно, да? Это все символы. Поэтому Христос сказал, что если зерно не умрёт, он не даст много плодов. Христос как раз намекает на это. Поэтому и зерно, вино, и жертвенное животное стали культовыми пищевыми продуктами. Это мы использовали не только, люди использовали не для того, чтобы просто им надо было жить, они вкусные или жизненеобходимые. А это, помимо этого, еще использовалось в религиозных обрядах. То есть это символическое значение все имело. И еще сказал тернии и волчица. Это такие неприятные растения, которые говорят о том, что признак лишения благодати Божией, лишения бессмертия. Поэтому в одно пророчество, не помню, в пророчестве какого пророка, сказано, что на место жертвенника будут расти тернии и волчицы. То есть это состояние греховности юзейского народа. А когда Христа распяли какой-то венец, терновый венец, положили на голову, то есть этим показали, дьявол как бы глумился до самого-самого-самого, то есть в последний момент до самих укрещенными глумлениями, чтобы показать состояние человечества, одев терновый венец на голову Христа. И что еще он сделал? И когда он изыгнал из них, он поставил, кого он поставил, здесь написано в синодальном тексте, Херувима. А если читаем на иврите, не Херувима, а двух Херувимов поставил, стеречь огненными мечами. Не какими там лазерными мечами, а огненными мечами. Огненными мечами это то есть Дух Божий закрыл доступ к древу жизни. Понятно, да? Поэтому и на Ковчеге Завета два Херувима, а не один Херувим. И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки свои, и не взял, так же он от древа жизни и не вкусил, и не стал жить вечно. И вислал его Господь Бог из сада едемского, чтобы возделывать землю из Адама и поставил на востоке у сада едемского Херувимов пламин и пламинный меч, обращающийся, чтобы охранить путь к дереву жизни. И так он говорит, Адам стал один из нас. Не в том плане, что Адам как-то возвис там или что, Адам стал потенциально таким существом, который стремится обрести знание, но от которого ничего хорошего не выходит. Ведь человек или вообще любое разумное существо, имеем в виду человека, какие силы в себе имеет? Это познавательная сила или познавательное стремление и нравственное. Притом они оба вне зависимости от друг друга развиваются. Они от друг друга не зависят. Поэтому ты можешь быть очень образованным человеком, иметь очень большое знание, но очень низкое нравственное качество. Или ты можешь быть не очень образованным человеком, но иметь очень высокие нравственные качества. Понимаете, да? Вот с грехопадением, с нравственностью у человека были проблемы, большие проблемы, а вот сила познания нет, наоборот, она никак не уменьшилась, наоборот, человек уже начал стремиться, стремиться, в принципе, в раю тоже самое было, но это было очень опасно, потому что он мог бы стать бессмертным и злым, чего и хотел дьявол, и представлял бы уже, зло стал бы бессмертным. Поэтому и вход обратно туда, к древу жизни, был закрыт, иначе человек мог вкусить и приобрести бессмертие, и стать проблемой и для себя, и вообще для всей вселенной. А что это дерево, эта сила была заключена именно в это дерево? Ну написано дерево, но опять же это не какое-то там простое было дерево, никто не знает до конца, что это было за дерево, да? Но мы уже знаем, мы знаем, что это древо это в лице Иисуса Христа. Тут самый интересный момент, тут вот если читать древнееврейский подлинник, не то, что Адам хотел идти к древу жизни и Бог закрыл. Нет, во-первых, прежде всего, прежде всего, по переводу древнееврейского, был закрыт вход к древу жизни от дьявола, потому что дьявол знал о плане спасения человечества, план спасения от древа жизни, а вот вход к древу жизни закрыт. То есть Бог план спасения человечества до определенной времени закрыл, закрыл от всех, и от человека, и прежде всего от дьявола. То есть дьявол стремился знать, каким путем будет человек спасен. Ведь Бог сказал Адаму и Еве, что он будет их спасать, он их так не оставит. То есть есть план спасения. И дьяволу, конечно, больше всего этого хотелось узнать, а вот этого он не узнает. Этого он не узнает. И самый интересный момент. Вот смотрите, через жертву Христа человек был спасен, через крестную смерть. И мы говорим, и все носим кресты, говорим, вот дьявол боится от креста, дьяволу крест раздражает. А почему? Вот почему какой-то крест, какой-то знак его так раздражает? Ну и что, что Христос на нем умер? Почему он раздражает его? Потому что дьявол как раз обольстился, наткнувшись на крест. Понимаете? То есть было древо жизни, источник бессмертия. Христос стал как раз древом жизни. То есть древом жизни стал крест, а Христос стал плодом на древе жизни. Понятно, да? И дьявол до конца не мог понимать суть спасения через смерть Христа. Он мучил, мучил Христа и думал, а тогда самая мучительная смерть какая была? Смерть на кресте. И думал, вот распинет на кресте, и окончательно как бы измучил его. А вот этот крест, который был как бы орудием дьявола, он повернулся против него же. То есть как обольщение пошло через древо, как победа, первая победа была через дерево, а вторая победа должна была быть тоже через дерево. То есть Бог победил дьявола его же инструментом. То есть как он обольстил дьявол, так и он должен был обольститься. И он обольстился. На кресте обольстился. И фактически как он победил, так и проиграл. Поэтому крест он не любит. Он думал, что через крест победит, а через крест был побеждён. А крест от орудия смерти стал орудием жизни. То есть стал вторым древом жизни. Вот этот проход уже, который херувимы закрыли, был открыт. Мы понимаем спасительную суть креста. Они, христиане, не понимают. Поэтому апостол Павел говорит, для язычников крест безумие. Поэтому ни мусульмане, ни иудеи, ни азычники не понимают, как это может Бог стать человеком и умереть, тем более на кресте. Для них крест это символ позора или символ слабости. А для нас, наоборот, говорят, а для нас это спасение. А для нас это спасение. Мы поняли. Те, которые приняли Христа, они поняли суть Христа, путь креста. Те, которые не принимали Христа, они не могут понимать. Почему? Потому что они еще находятся в состоянии грехопадения. Потому что грех что означает? Промах. Еще и промах. Есть там разные, если буквально переводить, например, означает промах. То человек постоянно хочет найти Бога и постоянно промахивается, потому что в состоянии греха. Потому что думает, что сам может достичь. Путь к древу жизни был закрыт. Человек ищет и не может найти. Но в итоге не человек находит, а Бог сам приходит к человеку. Поэтому апостол Павел говорит, когда выступает в Афине, что Бог был закрыт от людей, чтобы каждый искал его, а может быть и нашел бы. Поэтому каждая культура, каждый народ искал по-своему. Китайцы по-своему искали, греки по-своему искали. Каждый по-своему искал, но никто не мог найти, пока Бог сам не открылся. И что еще сделал Бог? Делал кожаные одежды и одел первым людям. Я думаю, об этом говорим и закончим. Что значит кожаные одежды? Там есть разные объяснения, но это, прежде всего, символизирует жертвоприношение. Первое жертвоприношение. И Бог одел кожаные одежды. То есть животное жертвовал, одел кожаные одежды. Почему животное жертвовал? Потому что плата за грех смерть. То есть согрешивший человек должен был умереть по плану дьявола. Но милость Бога заключилась в том, что ты убиваешь, то есть не ты умираешь, а убиваешь животное, переводишь свое состояние на безвинное животное до тех пор, пока не будет та жертва, которая окончательно тебя освободит от этого состояния. То есть это, опять же, прообраз мессианской жертвы, искупительной жертвы Христа. Поэтому книга Левит, как пишется, вот как раз опять видов жертвоприношения, о которых будем говорить. Руку кладет на жертвенное животное. Что значит руку кладет? Передает свой грех на животное, то есть перекидывает свой грех на животное, а потом животное уже кололи, окропили кровью, и там уже идут разные нюансы. Когда, что, каким образом сделали. А кожу снимали целиком и отдали священникам. Вот кожу не делили, кожу человек не забрал к себе, кожу не сжигали, отдали священникам. Вот эту кожу одели на человека. Это, во-первых, показывало на греховность человека, что он стал один из составляющих, то есть компонентом животного мира, то есть один из животных. Во-вторых, этим показывали, что это временное явление до прихода Христа. Поэтому, что говорит апостол Павел, послание Римеем 13, глава, стих 14, говорит, облекитесь Христом. То есть приходом к Христа мы уже не кожаные одежды одеваем, а облекаемся Христом. Почему? Потому что Христос стал жертвенным животным для нас, стал жертвой, и мы одеваем уже не шкуру животных, которых принесли в жертву, а одеваем на себя Христа. И поэтому Бахтамам Якуня что сказал перед аварийской битвой? Что христианство это наша кожа, мы не можем менять, это не одежда, мы уже одели Христа на себя. Мы уже приняли жертву Христа, и поэтому в язычестве одевать не сможем, мы уже делали шаг вперед. То есть понимаем, как тесно связано Ветхий Завет с Новым Заветом. То есть каждое действие Ветхого Завета в христианстве отражается в совсем новом свете. Поэтому если мы хотим понимать глубину Нового Завета, понимать суть жертвы Христа, мы должны хорошо понимать Ветхий Завет. Для этого надо читать и изучать. Давайте этим закончим, потому что об этом можно говорить и говорить. потом, если будут вопросы, я отвечу.